Денис Паслер вручает благодарственное письмо Надежде Чурсиной. Женщина работает дояркой уже пять лет. В этом году стала лучшей в своей профессии. Приехала из северного района. Говорит, труд нелегкий, хотя сейчас весь процесс автоматизированный. Рабочий день начинается в половине пятого утра. К доению три смены дояра готовят порядка двух тысяч коров. Доярка не работала никогда. Пришла вот первый раз и понравилась. И нравится до сих пор. Год был непростым для сельхозтоваропроизводителей. Да и в нашей зоне рискованного земледелия легких не бывает, говорит губернатор Денис Паслер. Тем не менее, по ряду показателей, аграрии выполнили поставленные задачи. А со стороны правительства области продолжена поддержка АПК региона. У нас по этому году, например, по экспорту от плана мы уже больше 110% рост. А если сравнивать с прошлым годом, то почти 60% рост экспорта. Это говорит о многом, при том, что часть границ закрыты. При том, что часть государства, соответственно, просто не пускают на рынки нашу продукцию. Но, тем не менее, это все не может удержать то развитие и те труды, которые вкладывают наши селяне, как экспортируя, как я уже сказал, огромный объем, так и, конечно, поставляя в другие регионы нашу востребованную и очень качественную продукцию. Благодаря особым климатическим условиям, производимая в Оренбуржье твердая пшеница считается одной из лучших в мире. В этом году наши аграрии собрали свыше трех миллионов тонн зерна. Главный помощник сельхозтоваропроизводителей – техника. По обновлению автопарка Оренбургская область вошла в число лидеров. В Оренбуржье активно ведется работа по возврату в оборот заброшенных земель сельскохозяйственного назначения. Область входит в топ-10 регионов по воду пашни. С 2019 года введено почти 500 тысяч гектар. Пятерки лидеров – наш регион и по выдаче сельской ипотеки. Год был сложнейший, потому что мы сами понимаем, что непростая экономическая ситуация, есть рост цен. Но, тем не менее, в этом году закуплены техники более чем на 8 миллиардов рублей. Мы почти 120 миллионов тонн приобрели, внесли удобрения и сейчас идет серьезное приобретение. Буквально вот на следующем месяце еще более 200 миллионов будет выплачено на поддержку сельхозтоваропроизводителям. Мы рекомендуем все-таки именно в этот период закупить недостающие яйского семена, удобрения, технику и, конечно же, готовиться уже к весне 2024 года. Отдельное внимание – заработной плате селян. Начиная с 2019 года, она повышается. Сейчас средняя зарплата в секторе АПК – 37 433 рубля. Со сцены Денис Паслер вновь обращается к руководителям всех форм собственности. Продолжать поднимать зарплату, иначе дефицита кадров не избежать. Вопрос доходов населения, он как был актуальный, так и всегда будет актуален. У нас есть куда еще стремиться, несмотря на какие-то определенные результаты, но этого еще недостаточно. Поэтому прошу держать, конечно же, в поле зрения этот вопрос и в будущем. Сегодня не раз отмечают заслуги оренбургских сельхозтоваропроизводителей. Ведь они вносят весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности не только Оренбуржья, но и всей страны. Наталья Мороз, Семен Воробьев. Новости дня.